Чуть не забыл, вот бы опознался. Смотрите, это на дверях питомника, который уже четыре года, как у Железова Сергея, так и у его жены Татьяны. Вот Татьяна мне звонит и говорит, значит, просьба передать всем, кто услышит, плюс еще гостевой разместитель, это тоже сделает новый каталог котов. Вот гораздо шире, шире, чем был. Вот. Хотя потому что весной не так страшно рассылать. Знаете, что такое осень? Отсюда вышла осенью, а туда пришла, а там метро восемь лежит. Если он выпал, где же сегодня показали, выпал-то на самом на юге, метр где-то выпал. А, кстати, вся Западная Европа занесена снегом. О, времена меняются. Так, в общем, мы поняли, да? Саженцы заказывайте сейчас, даже если вам не пришлют весной, потому что весной уже не будет такого этого самого обилия. Есть дековины, которые осенью он специально не стал продавать, по причине, что сильно страшно продавать черешни, продавать персики, еще кое-что. Просто страшно. И брали делают. Весной как спокойнее. Вот это вот я вам хотел сказать. Заказывайте, Санцева Сергея Зелезова. Еще, может быть, что-то ключевое. Ключевое, ключевое, ключевое. Это все учебные фотографии. Учеба как посылки. Это все ключевое. Ой, сколько еще надо рассказать мне вам. Вот эти дикие ошибки, страшные. Берется, берет человек учить нас. И абрикосовые косточки заглубляет. Это учебный фильм. Не ведут, что творит. И вот я что тогда хотел обратить в ваши люди. Вот тот товарищ Херсона, да? Который на глазах вуз, там 10-20 человек смотрел. Изувечил абрикосы до предела. Зачем ты отрезал не меньше половины кроны? Зачем? Непонятно. Она и так не была жиденькая, да? Вот. И вот это слова. Я обращаю внимание вот на него и вот на этого. Вот вся рука. Вы понимаете? Молодой человек, да? Так? Он не прожил с Адом эту жизнь. Он молодой. И вдруг ему задают вопрос. А тот и задал вопрос. Я спросил, а сколько вам лет? А если вы говорите, что обрезка вот этой страшной, он удлиняет, удлиняет его жизнь. Вы прожили вместе с этим с Адом эту жизнь. У нас понятно, он сдохнет с такими ранами, за год, за два. А там Хешевская область. А там и не дольше живут. Иначе у него пока хватило возраста калечить, но смерть еще не увидеть. Но заявить, что он удлиняет жизнь, это значит, что моим самым старшим тридцать пять, так? А я надеюсь еще пожить. И он и сам, я с ним жизнь прожил. А вот сколько лет, несколько лет, явно всего этим занимается? Ну, пять. Ну, если там уж действительно его старый, молодец как-то, работа. Ну, десять лет. С чего ты взял, что он на одиннадцатый год не поднимет? На двенадцатый, на тринадцатый. А вот этот опять молодой человек. Ну, понятно, что он сам придумал три-пять сантиметра. Безгода недели. А он собрал двадцать первых косточек, уже пытаясь их продать. Ну, и на всякий случай, надо ему, чтобы он научил людей, как их садить. Ну, и на смерть засадит. Может, у него, как это, вот, допустим, как у нас в Хакасе рискованное земледелие. Редкий год, когда, вот, как в этом году, дожди-дожди. А так сухо. Почему у нас аморикос в рай образовался? Да потому, что у нас заглубляли, они не гниют. Штамбы заглубляли, они лишь живут. Кругом горы, в горах, тем более. Почему цепляются за горы? Потому, что там корневая шейка лучше сохранить. Основание штамба, снегу меньше. И что, и вода стекает, не задерживается. И это дало им основание усидчивую страну. Ну, все, выговорился. Все, ребята, там еще, примерно, ну, несколько фотографий вас испугает, надеюсь. Ну, то, наверное, три минуты перестарались. Все, прошу прощения. Пять минут перерыв, и отвечаем на вопросы.